Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня такая проблема, не везет с девушками. Ну, смотрите, Андрей, а вот если вы говорите, что вам не везет с девушками, то это уже такой довольно тревожный звоночек, я бы сказал, в сторону того, что вы, ну вот, мистифицируете и в какой-то степени, я бы сказал, сакрализируете опыт свой. Потому что, нет, везение, или не везение, есть какие-то случайности, конечно, конечно, но это случайности глобально, именно глобально, ну, не обладает такими масштабными, значит, параметрами влияния. То, что вы говорите, что вам не везет, означает, что вы не берете на себя личную ответственность за то, что вы делаете, ну вот, ну, в отношениях с девушками, собственно говоря. Вот, поэтому, поэтому, я думаю, мне не везет, вот, так, так, так вот, было бы, наверное, как-то, ну, правильно сказать. Мне не везет, а не получается, то есть вот, у меня не получается. И вот вопрос о том, что мне получается и как у вас, да, вот этот вопрос, этот вопрос можно исследовать, можно разбирать. Этим вопросом можно заниматься, но, согласитесь, что везет, не везет, да, с этим особо ничего не сделать, потому что это от вас не зависит. И, ну, можно вот, вот, в таком, ну, в таком ключе, да, можно рассуждать, можно как-то вот говорить, что вот, кому-то везет, кому-то не везет, вот, и так далее. Ну, можно, только, вот, куда это приведет нас, да, в этом смысле. Вот, поэтому вот эта вот, сакрализация такая, она вот, на мой взгляд, не является чем-то, чем-то хорошим. И, я бы рекомендовал вам одну, об этой сакрализации, я бы рекомендовал вам отходить. Ну, если вы хотите, как-то вот, реально, да, проблему решить свою, проблему, именно, с девушкой. Я был женат, семь лет, в 2018 году развелся, пишите вы. Ну, смотрите. Развод, развод, это тяжелое событие, развод, это психотравмирующее событие, развод, развод, это тяжелое событие. И, конечно, оно оставляет след на человека, оно оставляет, м-м, как бы, травму. Вот, поэтому, опять же, необходимо, последствия развода разобрать и прожить заново какие-то чувства, потому что травма, она осталась, то, что вы ее, допустим, не прожили, да, то, что вы ее, допустим, как-то, вот, ну, подавили, да, и так далее, ну, в данном случае роли не играют. Вы могли, вот, просто на это забить, да, как-то, вот, уйти от этого, вот, начать, что случается с другой, ну, вот, но травма, она все равно живет. Потому что 7 лет, да, срок, приличный. Вот, и, скорее всего, вы, вот, ну, что называется, вот, ну, вы к человеку, как-то, ну, прикипели, да, вы, к человеку, как-то привыкли, да, вы рассчитывали на человека, вот, так получилось. Поэтому травмированность ваша, она нуждается во внимание. Вот, ну, и, забегая чуть-чуть, чуть-чуть вперед, вот, ваша ревность, о которой вы пишете, вот, именно, вот, ну, такая, получается, ревнивая травма, вот, это вполне может быть, как раз, вот, следствием, вот, вот, вот этих аспектов. С 21 по 22 год встречался с девушкой, у нас были очень тяжелые отношения, я был постоянно перед ней виноват, хотя постоянно все для нее делал, в итоге мы разошлись. Здесь, эм, сказывается, на мой взгляд, некая такая обесценивающая тенденция власть, то есть, что вы склонны себя обесценивать, ну, вот, вот, в отношениях, то есть, то есть, где-то, где-то вы себя обесцениваете, в чем-то, в чем-то, в чем-то, в чем-то вы себя обесцениваете, а потом, потом, эм, требуется, ну, какая-то, э, комп, ну, компенсация этого требуется, требуется, вот, что называется, восстановление справедливости, вот, понимаете, да? Вы говорите, что я был постоянно перед ней виноват, что это, которое прошло, прошло, то есть, которое прошло, что вы, скорее всего, подавляли свои чувства, вот, подавляли свои злости, которые, ну, естественным образом, да, у вас возникало, вот, то есть, это было, было, было подавление, вот, необходимо, необходимо увидеть, ну, постараться увидеть, как это подавление происходило, вот, там, что оно из себя представляло, это подавление, и так далее, потому что вам, э, вашу девушку, судя по тому, что я могу видеть, вам, э, хотелось ее обвинить, вот, вам хотелось ее обвинить, понимаете, да? Но вы этого не делаете. С марта 22-го по мае 23-го встречался с другой девушкой. Еще одно расставание, так же, травма для вас. Жили полгода вместе, но потом ее довела моя ревность, я очень ревнивый. Ну, вот, э, то, что вы ревнивый, э, это является очень серьезной проблемой на пути, э, выстраивания отношений, вот, потому что ревность, к сожалению, она вот так и работает, да, что человек, э, по сути, отталкивает от себя, э, э, ну, других, вот. Ревность – это неуверенность в себе, это низкая смазанка, это, э, предмет, предметное такое, э, отношение к себе и к человеку, какое-то желание обладать человеком. Вот это страх, э, собственно, собственно говоря, остаться одному, ну, и опыт, опыт, опыт этой самой измены, а также э, специфическое отношение, там, к сексу, к э, э, значит, э, к природе взаимодействия и прочее. Э, то есть все эти вещи нужно разбирать, разбирать, нужно видеть эти, э, э, тенденции. Э, 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 ревность также, помимо всего прочего, обладает таким интересным свойством, что человек, как человек, который говорит, что вот ты, да, мне, меня и прочее, э, э, чаще всего хочет изменить сам, но, э, не признается в этом. Поскольку вы себя обесцениваете, поскольку вы, э, э, что называется, ну, ну, как-то вот, э, подстраиваетесь, да, под э, партнера, то естественно, вы неудовлетворены. И ваша неудовлетворенность невольно приводит к тому, что вы хотите, опять же, какую-то компенсацию. Ну, вот, на эту компенсацию вы просто требуете от девушки, ну, вот, э, через ревность, через ревность, через ревность, через ревность. Вот, то есть это, ну, вот, такой, по сути, получается, своего рода замкнутый круг, э, из него нужно выходить, понимаете? Из этого замкнутого круга нужно выходить, вот, э, потому Потому что иначе у вас так и будут проблемы в постоянных отношениях. Мы же еще не знаем, почему вы развелись с своей женой после семи лет совместного проживания. Вряд ли случайно вы развелись со своей супругой. Дальше. Хоть и боролся с этим долгое время, но бороться не надо, но нет, он взбирал. Далее я узнал, что она стала встречаться с моим лучшим другом, потому что до этого они оба теперь перестали для меня отвествовать, для меня это было предательство. Хотя на тот момент мы разошлись в предательство не прошло никому. А в чем предательство? А в чем предательство, если вы разошлись? Да? Вот это и есть компенсация. Это и есть компенсация того, что вы себя подавляли. Были еще девушки, но там далее общение нельзя ходить. В общем, у меня такой вопрос, найду ли я себе свою судьбу, и так я буду мать всю жизнь на день. Хочу-хочу встретить свою судьбу. Расплемент другого человека, как свою судьбу, значит возлагать на него ответственность за собственную жизнь, за собственное счастье. Это довольно тревожный звоночек в сторону, ну, в сторону созависимости. В сторону созависимости. Я не думаю, что можно другого человека воспринимать, как фудьбу, если вы воспринимаете это так, то это большая проблема. Как фудьбу, никто не является фудьбой другого. Если вы говорите о том, что вот, буду мать всю жизнь, то это довольно такая интересная ситуация. То, что вы говорите о том, что вы один. Вот это нужно то, чтобы исследовать, чтобы вкладывать в своё или свои представления об одиночестве. Что вы вкладываете в это, потому что вообще-то, если человек позиционирует, видит, воспринимает себя как одинокого, то я бы сказал, что у него есть некие трудности с тем, чтобы принимать себя таким, какой он есть. Вот. И если вы себя не принимаете таким, какой вы есть, то это является серьёзной проблемой. И с этим нужно работать. Вот. Ну и бросается в глаза то, что вы говорите о том, что значит, значит, встречали я свою судьбу так, вот как-будто это вообще-то вообще от вас не зависит. Вот. Ну это не совсем, это не совсем так. Вот. То есть это от вас зависит напрямую. Да, зависит напрямую, как скоро вы встретите девушку. Вот. Для этого нужно выстраивать отношения с девушкой, не как и с девушкой, в первую очередь, как с человеком, с личностью. Вот. Понимаете? Для этого нужно себя воспринимать как лично. Воспринимаете ли вы себя как лично? Хороший, хороший вопрос. И на мой взгляд, нет. На мой взгляд, нет. На мой взгляд, к себе вы относитесь как раз таки не как к личности, а к, ну, той или иной степени, да, как к несчастному достаточно человеку, вот, который страдает один. Ну, хорошо. Здесь уже личности нет. А вы просто ищите того, кто спас бы вас от одиночества. Вот. Ну, как-то так. Я думаю, что в этой, в этом, ну, в этой ситуации, да, в этом положении, в котором я казалась вот таком для себя довольно-таки тяжелым, вот, а вряд ли могло бы быть иначе в контексте реальности. Вот. Потому что, это вновь, которую вы, ну, подавляет, что делает вас не свободным в отношениях. И, как бы, угрожает вам. Угрожает вам. Угрожает. Ну, вашей целостности, самостоятельности и так далее. И интенсивно, посознательно вы можете таким образом свои отношения разрушать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! 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 Удачи!